Глубоко в сердце нашей галактики Млечного Пути скрывается тайна, которая десятилетиями волнует астрономов. Область, окутанная газом и пылью, где обитает сверхмассивная черная дыра, и теперь, возможно, колыбель звезд, не похожих ни на что виденное нами ранее. Эти звезды, согласно последним теориям, могут быть ключом к бессмертию, бросая вызов естественному жизненному циклу, которому подчиняются их собратья, разбросанные по всему космосу. Эта захватывающая возможность вызвала волну энтузиазма в научном сообществе, ставя под сомнение наше понимание звездной эволюции и намекая на глубокое влияние темной материи, неуловимой субстанции, которая остается одной из величайших загадок Вселенной. Перспектива существования звезд вне рамок обычной продолжительности жизни, черпающих энергию из неисчерпаемого источника, открывает перед нами ряд заманчивых вопросов о природе Вселенной и нашем месте в ней. Присоединяйтесь к нам, и мы углубимся в эту захватывающую тайну, исследуя науку о бессмертных звездах и то, какое глубокое влияние их существования может оказать на наше понимание космоса. Чтобы понять необычную природу этих потенциально бессмертных звезд, мы должны сначала разобраться в жизненном цикле обычной звезды. Звезды, как и наше Солнце, не вечное. Они рождаются, живут и в конце концов умирают. Их жизнь определяется хрупким равновесием между двумя противоположными силами. Гравитацией, которая неустанно пытается стянуть все вещество внутрь и давлением, создаваемым термоядерным синтезом в их ядрах. Этот процесс синтеза само сердце звезды подразумевает столкновение атомов водорода под огромным давлением и температурой, их слияние с образованием гелия и выделением в процессе огромного количества энергии. Эта энергия в виде света и тепла заставляет звезды сиять и создает давление, противодействующее гравитационному сжатию. Однако это хрупкое равновесие не может длиться вечно. По мере старения звезды постепенно расходуют свой водородный запас топлива. Как только водород заканчивается, ядро звезды начинает сжиматься. И звезда эволюционирует, в конечном итоге достигая конца своего жизненного цикла в впечатляющем космическом представлении. Представьте себе ядро звезды, как гигантскую космическую печь. В этом аду температура достигает миллионов градусов, а давление невообразимо. В этих экстремальных условиях атомы водорода, простейшего и самого распространенного элемента во Вселенной, вынуждены сливаться друг с другом. Этот процесс синтеза, сама суть производства энергии звезды, создает гелий, немного более тяжелый элемент. Но поистине удивительным аспектом этого процесса является выделение огромного количества энергии. Эта энергия, излучаемая наружу, заставляет звезды сиять и создает внешнее давление, которое препятствует разрушению звезды под действием собственной гравитации. Процесс термоядерного синтеза – это двигатель, который движет существованием звезды. Но это конечный ресурс. По мере того, как водородное топливо истощается, судьба звезды предрешена, что ведет к ее окончательной гибели. Однако звезды вблизи центра Млечного Пути, похоже, нашли способ обойти это универсальное ограничение. А теперь давайте представим еще одного важного участника этой космической драмы – темную материю. Темная материя, как следует из ее названия, представляет собой таинственную субстанцию, которая не взаимодействует со светом, что делает ее невидимой для наших телескопов. Мы знаем о ее существовании благодаря ее гравитационному воздействию на видимое вещество, такое как звезды и галактики. По оценкам ученых, темная материя составляет ошеломляющие 85% вещества во Вселенной. Хотя мы не можем видеть ее напрямую, мы можем судить о ее присутствии по гравитационному влиянию на вращение галактик и движение звезд внутри них. Природа темной материи остается одной из величайших загадок современной астрофизики. Однако странное поведение звезд вблизи центра Млечного Пути позволяет предположить, что они могут взаимодействовать с темной материей таким образом, который позволяет им игнорировать общепринятые правила звездной эволюции. Раздел пятый. Бессмертные звезды. Новый вид. Эти необычные звезды вблизи центра Млечного Пути демонстрируют свойства, которые отличают их от обычных звезд. Их поведение наводит на мысль, что у них может быть доступ к нетрадиционному источнику энергии, который позволяет им гореть ярче и жить дольше, чем их собратьям в других частях галактики. Эта интригующая возможность заставила ученых выдвинуть теорию о том, что эти звезды могут питаться темной материей, неуловимой субстанцией, пронизывающей Вселенную. Если это так, то эти звезды будут первыми из когда-либо наблюдаемых, которые напрямую используют силу темной материи, что потенциально дает им продолжительность жизни, намного превышающую норму. Представьте себе звезду, у которой никогда не кончается топливо. Ее огни вечно поддерживаются невидимой рукой Темной Матери. Такая звезда была бы космическим чудом, свидетельством способности Вселенной к чудесам и потенциальным окном в тайны самой темной материи. Раздел 6. Аннигиляция темной материи. Подпитка вечного пламени. Но как именно темная материя может питать звезду? Ответ кроется в процессе, называемом аннигиляцией. Ученые считают, что частицы темной материи, в отличие от обычной материи, действуют как свои собственные античастицы. Когда две частицы темной материи сталкиваются, они аннигилируют друг друга, высвобождая всплеск энергии. Представьте себе два бильярдных шара, сталкивающихся лоб в лоб, но вместо того, чтобы отскочить друг от друга, они исчезают в облаке энергии. Эта энергия, высвобождаемая в ядре звезды, потенциально может обеспечить дополнительное внешнее давление, необходимое для противодействия гравитации и предотвращения коллапса звезды, фактически делая ее бессмертной. Эта непрерывная накачка энергии от аннигиляции темной материи обошла бы ограничение обычных звезд, которые полагаются на конечный запас водородного топлива в своих ядрах. Эти звезды, питаемые доминирующей, но невидимой формой материи Вселенной, могли бы сиять миллиарды или даже триллионы лет. Раздел 7. Доказательства из моделирования, подтверждение теории. Идея о звездах, работающих на темной материи, может показаться чем-то из области научной фантастики, но есть все больше доказательств в пользу этой теории. Сложные компьютерные симуляции, разработанные для моделирования поведения звезд и темной материи, показали, что при правильных условиях аннигиляция темной материи действительно может обеспечить достаточно энергии для поддержания звезды бесконечно долгое. Эти симуляции учитывают распределение темной материи в галактиках и сложную физику звездных недр, представляя убедительные аргументы в пользу существования этих необычных объектов. Хотя эти симуляции предлагают заманчивые проблески в потенциальную реальность бессмертных звезд, они не являются окончательным доказательством. Наблюдательные данные имеют решающее значение для подтверждения этих теоретических предсказаний и углубления нашего понимания этого потенциально нового класса звезд. Раздел 8. Трудности наблюдения в поисках подтверждения Хотя теория о звездах, работающих на темной материи, убедительна, прямое наблюдение этих небесных объектов представляет собой серьезную проблему. Их возможное местоположение глубоко в переполненном и пыльном центре галактики затрудняет их наблюдение с помощью современных телескопов. Интенсивные гравитационные силы, действующие в этой области, еще больше усложняют ситуацию, искажая свет и затрудняя развлечение отдельных звезд. Однако эта проблема не остановила астрономов. Новые поколения телескопов, как наземных, так и космических, разрабатываются с чувствительностью и разрешением, позволяющими заглянуть глубже в центр галактики и потенциально раскрыть секреты этих неуловимых объектов. Ожидается, что космический телескоп Джеймса Уэбба, обладающий беспрецедентными инфракрасными возможностями, сыграет решающую роль в этих поисках, потенциально предоставив первые прямые доказательства существования этих необычных звезд. Раздел 9. Последствия для звездной эволюции Переписывание правил Подтверждение существования звезд, работающих на темной материи, будет иметь глубокие последствия для нашего понимания звездной эволюции. Это бросило бы вызов традиционному представлению о звездах как о конечных объектах, ограниченных запасами своего ядерного топлива. Вместо этого это ввело бы новую парадигму, где звезды могли бы потенциально существовать гораздо дольше, чем предполагалось ранее, коренным образом изменив наше понимание жизненного цикла звезд и эволюции галактик. Представьте себе Вселенную, где звезды, строительные блоки галактик могли бы существовать триллионы лет. Их свет освещал бы космос на протяжении всей его истории. Это открытие потребовало бы пересмотра наших моделей эволюции галактик, потенциально открывая новые горизонты в понимании процессов, формирующих Вселенную, которую мы наблюдаем сегодня. Раздел десятый. Раскрывая секреты темной материи. Помимо звездной эволюции, открытие звезд, работающих на темной материи, может дать беспрецедентное представление о природе самой темной материи. Изучая эти звезды, мы могли бы определить свойства частиц темной материи, такие как их масса и сила взаимодействия. Эта информация была бы неоценима в наших поисках разгадки тайн этой неуловимой субстанции, которая доминирует в энергетическом балансе Вселенной. Представьте себе, что мы раскрываем секреты скрытого мира. Мира, который составляет подавляющее большинство Вселенной, но остается окутанным тайной. Изучение звезд, работающих на темной материи, может стать ключом к этому скрытому миру, предоставляя уникальную возможность исследовать фундаментальные составляющие нашей Вселенной. Раздел 11. Заключение. Вселенная. Полное сюрпризов. Поиск бессмертных звезд, работающих от невидимой руки темной материи, является свидетельством безграничной способности Вселенной удивлять нас. По мере того, как мы все глубже погружаемся в космос, мы раскрываем тайны, которые бросают вызов нашему пониманию и вдохновляют нас на дальнейшие исследования. Потенциальное существование этих необычных объектов подчеркивает взаимосвязь Вселенной, где видимое и невидимое, известное и неизвестное, тесно переплетены. Стремление понять эти звезды — это путешествие в самое сердце великого замысла Вселенной. Путешествие, которое обещает пролить свет не только на космос, но и на наше место в нем. Вселенная — это обширное и загадочное место, и по мере того, как мы продолжаем ее исследовать, мы можем быть уверены в одном. Впереди нас ждет еще много чудес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова